15 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2964, тема «Община». Требования в одежде и во внешнем виде не оттолкнет ли некоторых, кто во всем остальном уже готов был бы быть в общине? Да и домашние, как на таких будут смотреть? Ладно, если вся семья придет к Богу и будет полное единомыслие. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мы в общину никого не зовем и не приглашаем. К нам нужно опроситься и только после проверки, когда уже и на дом к человеку сходят, паспортные данные выпишут, наведут справки о человеке. Тогда разрешим один раз прийти. Конечно, когда уже бросит курить, снимет сережки и прочее. Мы за количеством совершенно не гонимся. Из принятых еще одна треть отвалится. И это тоже, естественно, согласно Библии. Мы не старообрядцы, чтобы произносить такую позорнейшую проповедь, как у них всюду. Ты еретик, переходи к нам. Да сохранит нас Бог от такой ямы. Когда я принимала крещение, то не думала оставаться в общине. Меня смущали такие ограничения, как длинная юбка и то, что нельзя носить сережки и другие украшения. Постоянно носить платок было для меня совсем нереально. Но занятия очень хотелось посещать. Всегда было много вопросов. Это помогло. Я узнала, что воля Божия в том, чтобы исполнять не только заповеди Его, но и пожелания Его, касающиеся внешнего вида. Я решила остаться в общине, потому что заметила в людях такие качества, как бескорыстие, взаимопомощь, дружелюбие, искреннее сострадание. В миру я давно заметила, что все это лишь на показ, а на самом деле равнодушие и корысть. Еще я очень благодарна Богу за то, что всегда получаю здесь такую духовную пищу, какой нет нигде. Проповеди и занятия укрепляют в нас веру и любовь, а также дают такие знания священного писания, что люди удивляются. Я работала в училище, преподавала изобразительное искусство. Однажды пришлось поговорить с директором на духовные темы. Она сразу предложила мне преподавать такой предмет, как история религии. Несколько лет я преподавала в старших классах Ветхие и Новые Заветы. Конечно, люди в общине разные. Бывают и непонимания, и раздоры. Но Господь дает мудрость, чтобы все уладить. И опять мы вместе. Не понимаю тех людей, которые уходят из общины. Это значит только, что они не ценили того, что имели. Они не были наши. Общая жизнь во Христе делает нас действительно родными. Это особенно хорошо понимаешь, когда по болезни долго не посещаешь храм. Радость невыразимая. Встреча с братьями и сестрами. Вот настоящее кровное родство. Хочется плакать и благодарить Бога. Когда молятся за тебя, всегда чувствуешь поддержку. Стоит лечь в больницу, как в полной мере узнаешь всю любовь к тебе и Богу, твоих братьев и сестер. Слава и благодарение Господу нашему за все. Пост скрипту. Это было весной 1993 года. Моему мужу на заводе «Ротор», где он работал, в порядке очередности, должны были дать квартиру. Он работал там мастером 15 лет. У нас была первая очередь на квартиру. И вот я узнаю, что квартиру нам не дают. И строительство от завода замораживается. А мы тогда жили в однокомнатной, теснились страшно. И жили только тем, что скоро этот ужин закончится. Известие это произвело на меня такое впечатление, что я стала плакать и унывать. Я попросила на работе внеочередной отпуск, так как даже не могла нормально работать. Как-то дома я опять сильно расплакалась и почувствовала что-то необыкновенное. Какое-то утешение и тихая радость. Что-то необъяснимое. Я поняла, что рядом был Господь или ангел его, не знаю. И сразу я стала молиться. Это ты, Господи, ты пришел утешить меня, благодарю тебя. И сразу такая мысль. Хорошо, что у нас есть это жилье и здесь можно жить. Я успокоилась и сразу стала искать все, что есть о Боге. В магазине купила Новый Завет, не зная, что это часть Библии. Просто там говорилось о Боге, и я не могла не читать эти строки. Когда я принесла книгу домой, то забыла о том, что мне нужно готовить ужин. Я не могла оторваться. Радость переполняла сердце. У меня было ощущение, что я нашла сокровище. Особенно потрясли строки о любви. 1 Коринфянам 13 глава. Тогда стало ясно, это Бог, потому что такая любовь может быть только у Него. Как только пришли мой муж и сын, я с жаром стала читать и рассказывать места из Нового Завета. За окном тогда розовым цветом цвели дикие яблони. Это чудо не забудется никогда. Через месяц мужу сообщили, что дают квартиру. Я стала читать жадно Библию каждый день, я стала искать людей, которые что-то знают о Боге. Церковь меня не привлекла тогда, идти туда не хотелось. В Покровском соборе я была один раз в детстве, когда мне надо было сдать экзамен, и я ставила там свечку. Я искала знания о Боге и чувствовала, что в церкви мне их не дадут. Услышала о собрании христиан в кинотеатре «Мир». Это были баптисты. Одна девушка подсела ко мне, и мы стали обеседовать. Во всем, что она рассказала мне, все мне понравилось, но одно лишь насторожило. Они не принимают иконы. Я по профессии своей художник. Иконы, я имею в виду настоящие иконы Рафаэля, Рублева, восхищали меня тем, что в них через видимые предметы ощущалось невидимое. Тайна в них, это я поняла давно. Я не могла согласиться с тем, что иконы не нужны, и перестала ходить к баптистам. В то время я работала на телевидении с Олей Унагаевой. Я рассказал Оле обо всем. Оказалось, что у Оли подруга ходит к баптистам, и с Библией она знакома. Каждый день у нас были горячие беседы о Боге, о Библии. И вот однажды к нам в мастерскую пришел молодой человек. Это был Алексей Еременко. Он работал на телевидении электриком. Он рассказал нам о занятиях в университете имени Ползунова. Мы обрадовались очень и сразу стали ходить. Тогда мы старались не пропускать ни одного занятия, как все было интересно. В то время я уже часто обращалась к Богу в молитве и верила, что это Господь ведет меня. Мы подали заявление на крещение, и летом 1994 года нас покрестили. Тогда уже обратились мой муж и сын. Слава Христу! Польгуева Фролова Надежда Ивановна. 67-88-45 Кавычки открыты. В 1994 году мои родители обращаются ко Христу. В 1995 году, видя, что со мной творит мир, отец заставил меня сходить в церковь. Это был Покровский собор, где по субботам и воскресеньям собирались молиться члены Крестово-Движенской общины, принадлежащие к РПЦЗ. Это была одна из многочисленных суббот в моей жизни. На следующий день, в воскресенье, я также по принуждению поехал в церковь. После службы мама сказала мне, что нужно поцеловать икону, что я и исполнил с какой-то необъяснимой легкостью. Каких-то ярких ощущений, как апостол Павел, я не испытывал, но после этих визитов в церковь я все больше начал посещать собрания православных верующих с моими родителями уже не по принуждению. Тогда мне было 15 лет. Я все больше познавал божественного, ходил на занятия по изучению Библии в политех, даже боялся пропустить одну из них. В 1996 году сознательно принял крещение в озере в поселке Потеряевка. Очень много полезного и необходимого для моей жизни я получил в детском православном лагере поселка Потеряевка, куда приезжал каждое лето несколько лет подряд. Воспитание детей на библейских заповедях может принести колоссальные плоды в будущей жизни человека. После окончания школы и учась в училище уже православным христианинам пришлось испытать все притеснения по поводу моего обличия и убеждений. Я ни разу не брил бороду, просто не успел. Находились и защитники. Видя, что я тихо и спокойно себя веду, зная, что я верую в Бога и не могу дать сдачи, мои одноклассники неоднократно заступали за меня. Как я потом узнал, вплоть до кровопролития. До сего времени являюсь членом Крестово-Звиженской общины РПЦЗ города Барнаула. 11 февраля 2006 года. Польгуев Лев Николаевич, чтец, 960-939-86-77. Иудив, 14-10. Ахиор же, видя все, что сделал Бог Израилев, искренне уверовал в Бога, обрезал крайнюю плоть свою и присоединился к дому Израилеву даже до сего дня. Замучила вопросами жена, мол, зря на змея однесь наговорили, за это ей придется пожинать от мужа беспробудного гориллы. И ни единый звук не пропадет, ни даже полсловечка не исчезнет. О судном дне дают пока намек, и помнить то, ох, как душе полезно. С тех стародавних пор еще в раю прабабка Ева с демоном сдружилась. Его словам нашла в душе приют. Он так ленет, по праву сторожила. И не подумайте, что наговор напрасно на женский пол качу пустую бочку. От прихоти ее пришли к нам смерть, зараза, и не спросясь, нас по сортирам мочат. Но ежели научится молчать, пост соблюдать и искренно молиться, не будет прокурором с правом палача, тогда очаг ее надежды пристань. Ей выкормить и на ноги поставить всю детвору, которых Бог ей даст. Дабы не вылупился Ленин или Сталин, дана жене на то от Бога власть. Мы вспоминаем первые уроки любви, нежности и вечной доброты, а не от матери, когда она не против пожертвовать своим для сироты. И даже церковь названа женой, оплодотворенная, родит и без абортов. Прекрасны ноги, но чернит их зной. В оборках платье из семи соборов. Но быстроты и ног ее не хватит, бежать от змея древнего дракона. Кровь мучеников на подолье платья, на крыльях двух заветов мчится от погони. 25 января 2006 года. Игнатий Лапкин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...